Народ, всем привет! В одном из недавних видео мы разбирали рацион питания для эктоморфов, планы тренировок и как можно наращивать мышечную массу, когда тебе тяжело набирать вес из-за особенностей твоего обмена веществ. Но среди не только эктоморфов, но и мезоморфов и эндоморфов, в общем людей со всеми видами телосложения, есть один важный вопрос, который мучает их на протяжении всей их спортивной карьеры. Конечно, я утрирую, но вопрос, что есть на ночь, чтобы не располнять и набирать качественную мышечную массу, стоит остро всегда. Конечно, тут сразу можно убрать все сладкое. В этом вопрос не стоит. Выброс инсулина, блокировка сомотропина, гормона роста, не нужен никому. И неважно, кто вы, экта или мезоморф, на диете вы сушки или пытаетесь нарастить мышечную массу, на сушке сладкое вообще исключено. Да и на массе я бы сильно не злоупотреблял. И если очень хочется, то только в первой половине дня. Аналогично касается хлеба и мучных изделий, даже не сладких, но которые из-за технологии производства являются быстрыми углеводами. Поэтому их лучше потреблять только на завтрак и максимум обед, но уж точно не перед сном. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Кстати, что касается фруктов. Они не вызывают такой выброс инсулина, хотя сахароза является по сути тем же сахаром и на сушке фрукты тоже лучше ограничить. Максимум я бы рекомендовал одно-два яблока в день или апельсин, ну что-то одно, в первой половине дня, после завтрака, например. Но если вы эктоморф, молодой парень или девушка, у которого все в порядке еще с обменом веществ и который стремится набрать мышечную массу, то фрукты вполне можно кушать на ночь, но, конечно, не в огромных количествах и что-то менее калорийное, например, яблоки, цитрусовые, авокадо, но виноград, например, лучше не стоит. Но, конечно, это все условности и вам нужно просто следить за своим состоянием и весом. Проблема заключается только в том, что при активных тренировках бывает сложно уловить прирост мышечной массы и увеличение жировой прослойки, именно в части постепенного роста. И это становится хорошо видно только на более длительной дистанции. А обычно измерители, о которых мы как-то уже тоже как-то говорили, обычно имеют погрешности и неточны. Поэтому, конечно, любые советы и действия, новые программы тренировок и питания нужно проверять на себе и смотреть, что помогает лично вам. Но все же общий план действий выработать можно. И для этого в первую очередь нужно понять, какой у вас тип телосложения и какая ваша конечная цель. Качественно похудеть, оставив максимум мышц, или же набрать мышечную массу. Ну и немножко жирка в придачу, без этого никуда. Если вы эктомор, с чего мы начали, обычно это молодой парень или там девушка с хорошим обменом веществ, худые, но мечтающие набрать хорошую качественную мышечную массу с минимумом лишнего жирка и при этом не испортить свой обмен веществ, непонятной пищей, пастфудом и поеданием сладкого на ночь, то вам нужно и можно и нужно есть на ночь сложные углеводы. Макароны, картофель, овощи, мясо и немного фруктов. Белок также довольно важен, поэтому курица, творог, яйца. Для таких ребят очень важна домашняя еда. На ней можно отлично расти и набирать качественную мышечную массу. Макароны с котлетками это то, что вам нужно, плюс свежие овощи, фотосалатик и, возможно, немного творога с фруктами перед сном, и вы начнете расти и набирать при активных тренировках. Между прочим, у нас вышла собственная программа тренировок и план питания, рассчитанная по 12 параметрам для мужчин и для женщин, для снижения веса, рекомпозиции или набора мышечной массы, как в тренажерном зале, так и с собственным весом в домашних условиях. Не надо никому звонить или писать, выбирайте на сайте то, что вам нужно и получайте свою программу на 3 месяца. И даже не одну, а 3 схемы тренировок и 3 меню по питанию, выверенные и рассчитанные на каждый месяц вашей программы. А что вам еще нужно, чтобы достичь вашей цели? Ссылочка-то уже в описании. Для эндоморфов и тех, кто мечтает похудеть или подсушиться, углеводы на ночь – это табу. И есть после обеда даже сложные – крупы, макароны или картофель не стоят. Поэтому просто убираем их из нашего рациона, там гарнир вот на ужин, убираем лишний жирок, убираем фрукты. Конечно, даже эктоморфом не стоит каждый день есть свиные котлеты, приготовленные любимой рукой жены, мамы или бабушки, там еще залитые маслом с добавлением сыра, майонезика. Салаты как бы тоже не майонезные. То есть соблюдаем определенный баланс и с жирами не перебарщиваем. И для тех, кто пытается скинуть лишний вес, это само собой разумеется, только, ну, немного в большей степени. Другими словами, лучшим выбором станет куриная грудка, индейка, субпродукты, говядина с нежирных частей тела, можно и котлетки говяжьи или куриные, очень вкусные, приготовленные на сковороде с минимумом масла, ну или вообще без него. А лучше, там, мультиварки, пароварки или просто духовки. Я лично уже очень давно питаюсь едой исключительно из духовки, это легко, быстро, а главное без лишнего жира. Не надо впадать в крайности, отваривать куриную грудку каждый день себе на ужин. Вы продержитесь так минимум недели-две и всегда лучше как-нибудь разнообразить продукты. Мясо, птица, рыба, просто выбирайте менее жирные виды и готовьте без масла. Обязательно клетчатка в виде овощей, дабы у вас было все в порядке с пищеварением. Простые овощи в виде салата, без заправки, можно там выжить дольку лимона или лайма, никаких фруктов, сложных углеводов, хлеба и так далее. Но можно также творог на ночь без всего, максимум можно купить бескалорийный джем и кушать с ним. Идеальным ужином для вас будет кусок мяса, птицы, рыбы, грамм 300, миска салата, шпинат, руккола, салат, помидоры, огурец, редис, капуста, больше зеленых овощей и немного творога вмерщаем. Грамм 100-150 вполне достаточно. И вы будете крепко спать без уручаний в животе, сытым и с мыслями о будущих достигнутых целях. В общем как-то так народ, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, все ссылки в описании. Всем удачи народ, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok